По типу, как часто у вас болит живот, были такие, а вы не хотели бы убить человека? Как это миленько. Майя Нина с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция, как неожиданно, на Добряка, его новое видео, называется, Как я откосил от армии, да, и это вот, оно вот, недавно на самом деле вышло, но я опять про слово почву, поэтому сорян. Я слышал два мнения, не служил, не мужик, недовщина, тебя там инвалидом сделают, не ходи. Лично мне, на самом деле было все равно, в моей семье служили все, отец, дед, а прадед так вообще воевал в Великой Отечественной, так что, ну если служить, то ок. Ну и пришел тот день, когда всех, хоть слегка похожих на мужской пол людей, из моего техникума отправили на призывную комиссию. В самом начале меня сразу же спросили, как вы относитесь к военной службе, ну, не знаю даже, нейтрально, понятно, так и напишу, резко положительно. Как я понял, вообще не важно, что ты отвечаешь, запишут все равно, резко положительно. На патриотичную речь военкома, что... Лыше говно! Я, к сожалению, опоздал, зато сразу же попал на психологический тест. Я думал, он будет проходить как-то так. Хуй сосешь! Сэр, никак нется! Пидора! Сэр, никак нется! Но нет, всего лишь письменный тест, в котором через каждые пять вопросов, по типу, как часто у вас болит живот, были такие. А вы не хотели бы убить человека? Как это мининг, да? Вы когда-нибудь были на грани суицида? Тянет ли вас убивать? Убивать! Я не сумасшедший, поэтому везде ответил, да, и отправился на медицинское обследование. И, естественно, самый веселый был кабинет хирурга. Он, наверное, задымнает всем парням, которые в нем были. О, у нас была история. А что это вы там играете? С кабинетом хирурга. В Raid Shadow Legends. Ммм, реклама! Это та самая игра на смартфон с графикой, как на компьютере и консолях. Да! Да, к тому же абсолютно бесплатная. А вот это по всему миру. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке под видео, качайте... По его ссылке под видео. У него есть видос, ссылка на видос Добряка есть тоже в описании. А также эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. Так, Алексей, штаны можете уже одеть. Следующий. В то время я плотно подсел на турники и брусья и выглядел довольно спортивно. А особенно на фоне всех остальных призывников. Оттого было еще задавнее наблюдать, как одна из врачей неслась по коридору с огромнейшей медицинской обследов. Карточкой и выкрикивала мою фамилию. Где владелец этой карточки? Это я. Женщина-врач просто обалдела толщины моей карты. А когда я ей сказал... А, нет, это еще не все. Вот еще моя детская. В итоге она сказала, что такие, как я, именны. Офигеть. А все дело в том, что у меня была бронхиальная астма последней степени, аллергия, сколиоз, гастрит, внутричерепное давление и развивающиеся плоскостопие. Так что в родине мне простили. А вы не подскажете, где здесь окулист? Самое замечное, что все остальные, которые с виду были худые, кривые, косые, все оказались годны. Вот таким образом... Обидно, наверное. Правда, не сказать, что... Я даже пристал отрываюсь с Dead Space. А как у вас проходила комиссия в военкомате? И напишите, как вы относитесь к службе в армии? Ну, а на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал и инстаграм. Ну и, конечно, поставить лайк. Как отношитесь к службе в армии? Армию уважаю, но служить не хочу. Вот так и относимся к службе в армии. Трата полутора годов. Это у нас в Украине полутора года армия. Что я хочу сказать? Я хочу вам тоже рассказать историю, почему нет, почему нет. Она будет короткая. Тоже мы проходили медкомиссию, удивительно. И получилось, что хирург... И там был один нюанс у хирурга. Хирург была девушка, симпатичная девушка. И парни когда заходили, некоторые возбуждались. Ну, это нормально. Типа, все здоровые ребята. И у нее стоял стаканчик с холодной водой. Стаканчик с холодной водой. Это, блядь, неудобно как меню. И если у вас вдруг, так сказать, шишка пристала, то вам нужно было опустить свою шишку в стаканчик, и тогда уже идти на обследование. Так вот, я уже прошел. Ну, я не опускал шишку в стаканчик, я умею дрожаться. Нет, я не импотент. И я уже начинаю надевать штаны, надевать. И заходит следующий. И ему девушка, хирург говорит... Или урога, хрен знает. Говорит, ну, если что, там стаканчик. Но она не успела договорить, для чего он, он взял и оттуда выпил. Мы смотрели на него с такими глазами. С такими... Ну, вы бы видели этот взгляд хирурга, уролога, неважно. Сначала он смотрит на стаканчик, на него, на меня. На стаканчик, на него, на стаканчик, но на меня. Я такой... И я смотрю на ситуацию, такой... До свидания, ухожу. Просто так забавно, что это совпало, что я все это видел. Я думал, вообще такого трэша в жизни, ну, редко случается. Это прям очень сложно такое попасть. Но когда я это увидел, это было супер смешно. Я до сих пор, когда вспоминаю, мне это дико улыбает. Ребята, рассказывайте за ваши истории, пишите их в комментариях. Также не забывайте, что есть промокод, который вы видите вот тут, вот тут. Вы его видите, да. И я хочу с вами прощаться. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok